Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Садовый Гид и я, Лариса Зарубина. Сегодня моя любимая тема – гортензии. Обожаю, обожаю гортензии. И сегодня я предлагаю вашему вниманию посадку гортензии. Ролик посвящен тем гортензиям, которые предназначены расти, вот скажем так, под большими деревьями или в близком соседстве с деревьями такими. Это всегда проблематично. Дело в том, что кто не знает, кто первый раз сталкивается этим растением с гортензией, гортензии – это благолюбивые растения. И если оно идет и растет там, где есть доминант, то есть вот такое крупное дерево, которое будет забирать и питание, и воду, и свет, и свободу, вот там идет конфликт. Она страдает, развивается плохо. А нам-то хочется, чтобы и по дереву было хорошо. Поэтому я сегодня вам предлагаю хороший способ, который поможет справиться с этой проблемой. Итак, у вас крупное дерево. Особенно коварно дерево береза. Береза – это то растение, которое заберет на себя вообще всю влагу. Даже рекомендуется березы сажать там, где заболоченное место. Они заберут всю влагу и фактически осушат ее. Так что у кого проблема, берите во внимание, береза вас спасет. Итак, приступаем. Яму под такими деревьями всегда выкапываем размером в два раза больше, чем у нас предстоит расти гортензию. Поверхностный слой сантиметров 20-25. Вот это у нас корни, обитаемые слоем гортензии. Конечно, у нее есть какие-то корни, которые уходят глубже, но основная масса корней находится на глубине почвы 25-30 сантиметров. Поэтому наша задача – вот эту посадочную яму заизолировать. Друзья мои, чем изолировать? Этот вопрос часто задают. Здесь уже годится все, что у вас есть в арсенале. Некоторые выкладывают рубероидом, кто-то выкладывает толстой пленкой, кто-то выкладывает обрезками шифера, то есть так, чтобы у гортензии сохранялась там влага. Дно не закрываем, закрываем только борта. Яму копаем гораздо глубже и по размеру, и по глубине, и по ширине. И заполняем ее питательной смесью. Но не просто питательной смесью. Я изолировать яму не буду, потому что у меня все-таки он не агрессор. Посмотрите, тут у меня вокруг все-таки растут растения, поэтому я точно знаю, что влагу он у них не заберет. Он питается в более глубоких слоях, то есть у него не поверхностная корневая система. Поэтому яму я не буду изолировать, я просто ее выкопаю, но наполнители я добавлю. Итак, я копаю яму. Но это не совсем интересно, конечно. Но тем не менее. Друзья мои, вот если у вас питательный слой почвы хороший, при копании ямы верхний слой складывайте отдельно. Мы его будем заправлять внутрь ямы. Он нам пригодится. Итак, яму я выкопала, теперь сейчас буду сажать саженцы. Смотрите, вот мой саженец. Гортензия у меня называется Шуга Раш. Я так думаю, что вы уже с ней знакомы. Я в обзоре, который был в октябре месяце, я рассказывала про эти гортензии. Эту гортензию я купила буквально вчера на цветочном рынке. Вот вам пример неправильной формировки. Ролик о том, как формируют метельчатую гортензию, у нас был на канале. И мне тогда писали, Лариса, очень ты жестко их обрезаешь на одну-две-три почки. Вот посмотрите разницу. Посмотрите, как этот саженец развивается. Веточку вот одну отломали при транспортировке. Как этот саженец аккуратно развивается. И как развивается вот этот саженец. По времени, я так понимаю, что они посажены одинаково. Посмотрите, какой слишком длинный остался ствол. Неправильно усечен. Поэтому сейчас вот мы имеем вот такую картину. Ну и, конечно же, наличие цветов. Потому что про цветы вы меня тоже все спрашивали. И спрашивали, что делать, Лариса, если цветы появляются. Цветы первого года мы выщипываем. Не оставляем, друзья мои. Как бы вам не хотелось. Основная задача гортенсии сейчас укорениться, а не тратить силы на цветение. Поэтому, как бы вам было не хотелось, цветочки мы удаляем. Теперь, что мы делаем. Это я просто для примера вам взяла саженец показать, как неправильной формировкой. И как правильно мы с вами сформировали. Теперь, перед посадкой саженец, как бы он у вас не пролит водой, перед посадкой обязательно погрузите его в воду. И до тех пор, пока идут пузырьки, вот они, видите, выходят постоянно. Вот до тех пор, пока будут идти пузырьки, гортензия пусть стоит в бедре. Пусть она напитается водой. Даже можно в воду сюда добавить корневин, эпин или любой стимулятор роста, корнеобразования. Отлично, нам годится. Все, гортензия у меня готова к посадке. И что я теперь делаю дальше? Посадочную яму, на дно посадочной ямы я выкладываю хвойный опад. Я сходила в лес, набрала хвойный опад вместе с землей, с палочками, веточками, шишечками. У нас врубают лес второй год уже. Так что хвойный опад без надобности. Две хорошие горсти я сюда спокойно складываю. Отлично. И веточки добавляю. Дальше сюда что я кладу? Три хороших горсти. Чем крупнее яма у вас больше, тем, соответственно, больше ингредиентов вы кладете. То есть по объему я имею в виду. Вот на такую яму у меня где-то размером она у меня 30, ну, наверное, на 20. Три хорошие горсти кислого торта. Вопрос задавался, Лариса, что такое кислый торт? Как он называется, верхний, нижний? Вот здесь несколько раз видела ошибку. Написано там низинный или верховой или комбинированный. Самое главное вы должны посмотреть вот сюда. Вот здесь должна указана быть кислотность. Вот она. Кислотность 2,5-3,5. Это вот есть кислый торт. Вот такой нам именно и нужен. Так, три горсти я хороших добавила. Что я дальше делаю? Немножко земли сюда и все перемешиваю. Все. Вот так я хорошо все перемешиваю, добавляю землички. Дальше что я делаю? Ставлю свой саженец. Шугараж. Потрясающая горстензия неземной красоты. О, корнями она уже все начинает оплетать. Какая моя красавица. Ах ты, моя умница. Гортензию определяем по стороне света. Вот как она росла, вы видите, у меня большая часть сюда. Значит, точно так же я ее сюда в яму помещаю. Внимание! Корневую шейку, то есть гортензию, заглубить можно максимум на 1 см. Лучше вообще не заглублять. Посадить ее так, как она росла. Я примерилась, поняла, что у меня все хорошо получается. Что я делаю теперь? Подсыпаю еще землички. Промешиваю. Дальше. Хорошая горсть конского навоза. Гортензия очень любит навоз. Даже можно две. Что я делаю дальше? Скажу так, что очень часто бывает, что гортензии начинают хлорозить. Хлорозят они от того, что не хватает в почве железа и от того, что почва не кислая. Гортензия предпочитает кислую почву. Чтобы у нее кислотность была хорошая и чтобы растения остальные не страдали при поливе. Что я вам предлагаю? Внести серу. На рынке сегодня продают серу в виде коллоидной серы. Сейчас я почему-то уже давно не видела в продаже. Как-то ее нет. Чем можно заменить? Теотовид джет. Дороговато получается. Я вышла из положения. Что я беру? Вот смотрите. Рацион. Сера, молотая, кормовая. Вот 40 рублей стоит. В зоомагазинах продают. Здесь расфасовка, мне кажется, килограмм. 500 грамм. Наврала. 500 грамм. 40 рублей 500 грамм. Цена очень даже. Теотовид джет стоит, наверное, рублей 25-30, но там очень мало. На посадочную яму для поддержания кислотности на весь год мне нужно 5 столовых ложек без верха. У меня вот в этой мерной ложечке полторы ложки. Вот я две ложки сюда выложу. Это у меня будет три ложечки. Я перемешиваю. Еще добавляю земли. И перемешиваю все. Сера будет держать у меня кислоту весь сезон до конца года. Весной на следующий год я снова внесу серу, и у нас с кислотой будет все в порядке. И подкисливать ее я не буду весь сезон. Сера понизит уровень почвы, то есть кислотность на 2 единицы, если правильно вносить. А вносить надо весной и осенью. Ну вот такой вот новый секрет. И еще одно дополнение. Друзья мои, прежде чем вносить серу или же другие любые подкислители, проверьте, пожалуйста, pH почвы у вашей гортензии. Возможно, вы счастливый обладатель кислых почв, и вам ничего делать не нужно. Вам только нужно будет носить регулярное удобрение и кормить вашу красавицу. Теперь я сажаю сюда уже гортензию. Все, теперь я все примерила, все у меня получилось. Отлично. Вот как раз то, что мне нужно. Обсыпаю. Что я теперь делаю? Вот я ее установила, обсыпала. Все мне нравится. Что я теперь сюда добавляю? Пролонгированные удобрения. Так, чтобы мне сюда уже больше точно не касаться на весь год. Какое выбрать удобрение пролонгированные? Их масса. Выбирайте любой. Я вот взяла первый год, попробовала вот такое удобрение. Я даже не знаю, хорошее оно или плохое. Попробую. На следующий год вам доложусь. Если вы добавляете осмокот, глубина заделки 5 см. Если это органик микс, там тоже заделка 5 см. Там у них удобрение для пересадки саженцев. Но можно удобрение для гортензии добавлять. Все, я рассыпаю полторы вот этих мерных ложечки. В корнеобитаемом слое. Они будут работать у меня весь сезон. Снова прикрываю землей. Потому что я не химик. Я не знаю, как они будут реагировать между собой. То есть серо и дорогие удобрения. Не знаю. Поэтому я прикрываю. И вот здесь сюда. Если у вас гортензия часто хлорозит. И вы точно знаете, что у вас в почве не хватает железа. Я вот сюда вношу тогда, вот в этот период, в корнеобитаемый слой, хилат железа. Целую пачку. В пачке 10 грамм. Вот высыпаю и вот сюда вношу. В основном я это делаю для крупнолесных гортензий. Но если у вас и метельчатый хлорозит, добавляйте. У меня хлороза нет. Поэтому я не буду добавлять. Хотя железо в состав удобрений хороших входит. Той дозы хватит. Так. Дальше что я делаю? Вот такая у меня почва хорошая. Что я теперь делаю? Вот этот самый корнеобитаемый слой, который я уже вам сказала. Самый дорогой для меня. Секретный ингредиент. Гидрогель, друзья мои. Здесь я немножко побольше замочила, потому что буду сажать еще одну гортензию. Смотрите, здесь буквально 10 грамм содержит в себе... Вот 10 грамм забирают в 200 раз больше воды. То есть он чем нужен? Зачем мне нужен гидрогель? Гидрогель как раз и будет выполнять ту функцию задержки воды. Он впитает в себя воду и будет корням отдавать тогда, когда меня здесь не будет. Причем этот гидрогель вы можете замочить в растворе уже с удобрениями. Нет у вас пролонгированного удобрения? Ну и не надо. Замочите с удобрениями и гидрогель впитает удобрения. Растение будет расти, корнями прорастать вот в эти мягкие гранулы. Они мягкие, приятные на ощупь, очень приятные. И будет оттуда у них забирать удобрения. Что можно использовать в виде удобрения? 60 грамм суперсфосфата. Сделайте вытяжку, залейте кипятком. Пусть она постоит у вас сутки. Вылейте на ведро. И туда добавьте серно-кислый калий тоже грамм 40. Разведите с водой и все в ведро. Засыпьте туда гидрогель. И потом вместе с гидрогелем просто сюда зальете вот в эту воду. Воду вместе с гидрогелем. Все. Вот сюда я его сейчас в почву замешиваю вместе с земелькой. Это как раз у меня будет тот самый драгоценный корнеобитаемый слой. Все. Вот так я сейчас все промешала, распределила. Гель у меня перемешался с почвой. Отлично. Все. Не надо класть гидрогель вниз. Но если вы хотите, то есть если он у вас с питанием, можно чуть-чуть, какую-нибудь горстку, просто одну треть, то есть от этого состава положить под гортензию. Но лучше вот здесь вот по бокам. Потому что еще раз говорю, что в основном в гортензии корешки находятся на расстоянии 15-20. Но это 35 лет уже у очень взрослого куста. Поэтому здесь вот хорошо. Все. Сейчас я еще немножко добавлю кисленького торфику. Вот так просыплю. Пролью ее водой. Сюда можно добавить любой корнеобразователь. Можно гидрогель замочить корнеобразователем. Он такой сговорчивый. Он себя заберет абсолютно все. Вот все, что вы ему предложите. Удобрение? Значит, будут удобрения. Если это будут стимуляторы роста, он согласится. Все себя заберет и потом все с благодарностью отдаст гортензии. Поэтому, друзья мои, смело фантазируйте. Все, сделали поливочную лунку. Еще раз проливаю контрольный полив, чтобы все, что мы уже там положили, чтобы все пролилось, корешки все опустились. Но могу сказать, что самое, конечно, печальное, это посадка с открытой корневой системы. Когда мы сажаем с закрытой корневой системой, конечно, никаких проблем таких острых не возникает. Но, друзья мои, вода сейчас питается. И я рекомендую вам ее замульчировать. Мульчировать тем же самым хвойным опадом. Можно, причем, хвойный опад перемешать вместе с торфом. И вот этой приятной массой все замульчировать. Я так сейчас и сделаю. Прямо-таки вот сюда в хвойный опад высыпаю остатки торфа. И вот такой вот вкуснейшей массой для гортензии я начинаю ее мульчировать. Очень тяжело сажать, когда вокруг тебя все разные красивые растения. Страшно их всех повредить и страшно им всем навредить. Тут еще тюльпаны растут. Кстати, я хотела спросить вас, нужен ли вам ролик, когда отсвели луковичные, что с ними делать, включая рябчиков? Вот мне кажется, кто-то задавал мне такой вопрос. Друзья мои, напишите, если нужен такой ролик, что делать с тюльпанами, как их подготовить правильно к возреванию, что делать с рябчиками, почему они не цветут. Потому что такой вопрос точно фигурировал. Я тогда ролик более подробный по ним сниму. Все, но я не буду отвлекать ваше внимание. Сейчас просто покажу, как я замульчирую. И все. Мульчировать всегда нужно, не касаясь того места корневой шейки. То есть мы мульчируем всегда по периферии. Это тоже золотое правило для всех растений. Все, друзья мои. Гортензия у нас посажена. Чувствовать она себя будет хорошо в этой гидрогелевой, воздушной, скажем, почвосмеси. Сразу хочу сказать, что вот на первых порах вы посадили, если она у вас с листиками, а основная масса гортензии, видите, только еще начинает разворачивать листочки. Поэтому вот на первых порах солнце жарит хорошо. Притяните ее. Дайте ей несколько дней, дня два-три на привыкание к солнцу. Все равно она у нас росла, скажем так, не на прямом солнце. Поэтому немножко будем постепенно ее приучать. То есть я сейчас ей поставлю экранчик и притяню. Так, еще важный момент. Если у вас нет ни пролонгированного удобрения, ни какого-то другого, ни гидрогеля, тогда в посадочную яму 2 столовые ложки серно-кислого калия и 60-70 грамм суперфосфата. Не двойного, простого. Если двойной суперфосфат, значит половинную дозу. Все это не в корнеобитаемом слое, то есть чтобы с корнями удобрения не соприкасались. Перемешайте хорошо и туда вот, когда уже посадите гортензию. Это по удобрениям. Теперь по гидрогелю вы все равно будете мне задавать вопрос, можно ли гидрогель использовать для взрослых уже растений, те, которые растут в саду. Да, друзья мои, его можно. Если у вас уже, вы знаете, посаженное растение и у вас такая проблема есть, вы можете по периферии, как я уже вам показала, вот не в самом центре куста, а вокруг куста, немного раскопать, канавку сделать и на глубину буквально 5-7 сантиметров постараться внести этот гидрогель и зарыхлить его. И тем самым у вас растение будет знать, откуда брать влагу. Поверьте, оно найдет то место, где вот эта вот живительная влага. Ну, если на тот случай вас не будет дома. Все, я надеюсь, что мой ролик вам пригодится. Вы воспользуетесь моими новыми наработками и моими открытиями. Я очень на это надеюсь. Все, я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Садовый Гид. Садовый Гид.